В этом разгаре у нас в разгаре ремонт. Мы сейчас находимся в помещении, которое не ремонтировалось. Ремонт начнется не раньше конца июля. Здесь будет швейная мастерская. А вот в мастерской поварского отдела работы почти завершены. Новая мебель, кухонный уголок, бытовая техника не хватает разве что производственных столов. Они придут чуть позже. Пока здесь шел ремонт, школа закупала оборудование для других мастерских. Швейские стенки не только поставщикам привезены, но и установлены. Инвентарь для мастерского растеневодства. Ученические столы, швейное оборудование. А еще деревообрабатывающий станок, лабораторный сантехнический стенд, электроинструмент. Словом, все, что может понадобиться школьникам для освоения навыков, которые понадобятся им в самостоятельной жизни. Обучать детей будут по таким направлениям, как растение и водство, рабочий по обслуживанию зданий и поварское дело. Здесь будут обучаться дети, которые закончили в этом году девятый класс и захотели обучаться дальше. Мы предлагаем двухлетнее обучение. Это происходит в школе впервые. Класс будет разделен. Часть детей начнет обучение по поварскому делу, а часть по направлению растеневодства. В прошлом году современные мастерские открылись в Рыбинской школе-интернате номер один и Ярославской школе-интернате номер шесть. В этом году модернизация, кроме девятой школы, проходит в Багряниковской школе-интернате в Первомайском районе. Все в рамках нацпроекта образования. Основным здесь, конечно же, является, помимо образования, еще и освоение профессиональных навыков. Отсюда и такое большое внимание как раз модернизации мастерских, которые создаются в этих учреждениях. То есть освоение основ, профессии для такой категории ребят, безусловно, является важным для их дальнейшей социализации, для того, чтобы они нашли свое место в будущем. В проекте также освежить и оборудовать кабинеты психолога и дефектолога в разгаре и капитальный ремонт крыши. Таких масштабных работ школа не знала почти 30 лет. Андрей Децель, Георгий Иванов. День в событиях.